Добрый день, всем здравствуйте! Сегодня в работе вот такой небольшой шкивок диаметром 400 миллиметров. Наша задача на сегодня, каким-то образом его закрепить в станке, проточить вот тут снаружи поверхность, чтобы можно было поставить вот такой подшипник. По нынешним временам многие кто кулибничает, потому что не хватает денег, да, естественно, приобрести какое-то готовое заводское оборудование. И народ, и народ занимается инженерингом, кто во что гораст, кто на что сообразил из того, что он нашел. Вот очередной кулибин попросил помочь. Надо вот этот подшипничек поставить на этот шкивочек. Что-то он там сочиняет. Подробности не буду вдаваться, потому что на пальцах не умею объяснять. Значит, надо ее закрепить. Как? Это литье, это литье, то есть зажаться не получается. Значит, что сделаем? Сейчас патрон зажмем вот такую оправочку, проточим на ней ступеньку, по диаметру такая же, как вот этот вал был здесь когда-то. То есть с той стороны он встанет, в кулачки упрется, оденется и проточим это все как бы за одну станок. Потом одеваем шкив и подопрем это все большим-большим центром. Вот таким грибочком. Подперли, зажали и все. И мы получается за отверстие зацентровались и можем уже работать с этой плоскостью. То есть работа как бы несложная. Просто-напросто надо проточить вот здесь под подшипник. Всего-навсего. Проблема, как всегда, в позиционировании. Как такую деталюху закрепить на станке. Вот сейчас мы эту проблемку решим, а потом проточим. В общем, очередной проект для какого-то, назовем так, кулибина. Ну что, поехали. Но перед тем, как это все зажать, сейчас внутри там ржавчина, пыль, грязь. Берем вот такой вот полиамидный кружочек, шуруповерт и просто-напросто внутри все очищаем от грязи. Ну вот, в принципе, поверхность практически очищена. Чем хороши эти кружочки, они снимают грязь, ржавчину краску, а сам металл не трогает, они его просто шлифуют. Внутри металлическая поверхность. Ну, серая, потому что это чугунина. Терпavored на awkwardах. Субтитры clarification. Нашник приглашён в цир County perquè он раздался довольноbeyна. Косоверный кладовый кружочек. Дер реалл к друзей. Да. Сергей. Яcriбил в gain, вымечет. Ты про металл existe. Это несчастливо из чужой puntos G buck. Ну, как вы понимаете, ребята, многие вещи я делаю специально на камеру, да? Ну, как зачистить, почистить, еще что-то. Ну, чтобы не бегать с камерой по всему боксу, да? Вот. Ну, а пыль, грязь, которая налетит, естественно, налетит. Сейчас мы это все сдуем, продуем, уберем тряпочкой. Не волнуйтесь за чистоту станка, за абразив. Я за этим слежу. Ну, а зато вам видно наглядно, что делается с каждой следующей детали. Ну, вот, ребят, можно и заняться. Обороты 160, подача одна десяточка. Поехали. Поехали. И постигла нас вот такая неудача, ребята И вот, ребят, у нас неудача Литейка чагуна оказалась настолько кривая, что вы видели, да, с одной стороны взяли вон аж сколько, хорошо, всё замечательно Даже до каких-то порок рытвенок дошли А с этой стороны у нас не хватает металла Не хватает, если я даже вот так подъеду Ну, тут как бы щель у нас И щель хорошая, вон, 2 миллиметра Где 2, где миллиметр Короче, вот здесь у нас много-много не хватает металла То есть подшипник наш будет сидеть вот буквально на пояске тут Миллиметров 8-10 процентов на 30, да, где-то максимум А остальное будет на воздухе болтаться Мда, будем связываться с заказчиком и смотреть, что из этого получится Чпоньк, и новый день Приезжал хозяин, посмотрели на вот это всё безобразие, на нехватку металла Подшипника другого у нас нету, надо будет делать под этот Поэтому принято решение Занизить диаметр миллиметров на 5, на 8 Выточить сюда железный бандаж Ну, колечко такое, да И на него уже потом насадить подшипник По-другому не получается Но возникает другая проблема В связи с тем, что придётся протачивать, снимать, опять ставить, опять снимать, опять ставить Возникает нюанс в том, что вот этот упор там, здесь, мне же надо будет ещё точить колечко Придётся снимать вот тот упор, который у нас там сделанный А каждый раз протачивать под новый размер, чтобы на кулачки всё совпало, это неинтересно Поэтому принято решение Посадить шкив на валик Вот на запасах центрального склада был обнаружен вот такой палец У него наружный диаметр такой же, как внутренний шкив То есть мы его одеваем, каким-то образом фиксируем Хоть даже сваркой пару точек сделаем И в следующий раз будем протачивать всё время в центрах Центр есть здесь, центр есть здесь Будем вставлять и протачивать в центрах Позиционирование в центрах всегда даёт практически 100% гарантию того, что биения не будет Ну что, приступаем Разбираем эту всю конструкцию Насаживаем всё это на валик И идём точим и ищем материал, из чего можно вытащить вот это колечко В связи с тем, что этот пальчик наш, да, осёнка Довольно-таки свободно туда заходит Люфта практически нету там, может быть, какие-то соточки Но заходит свободно А нам же надо плотненько её, чтобы она ещё и не проворачивалась Ещё, чтобы резец стружку мог снимать Вновь принято решение Мы сейчас на этом валике, на этой осёнке Сделаем накатку Слегка поднимем металл Чтоб он сюда плотненько зашёл Если он будет заходить с молотка Это будет даже и очень и очень хорошо Ну а потом, как всегда Ставим поводок Для чего нужен поводок, я вам уже как-то объяснял В предыдущих видео Ну а кто не помнит и не знает, увидите Всё, делаем накатку Субтитры сделал DimaTorzok А у нас, ребята, ничего практически не получилось Есть тут буквально лёгенькое-лёгенькое следы от накатки Следы Но самой накатки не вышло Он оказался подкалённый Я не могу его накаточками продавить Я уже аж сворачиваю резодержатель Тогда только-только что-то появляется Но я не хочу колёсики свои, да, портить Тупить и ломать А по закалённую деталюшку Значит, надо придумать какой-то другой вариант Не вышло К сожалению, не получилось За счёт накатки выиграть с диаметром Надо искать другое решение Но оно напрашивается само У нас есть шпоночный паз Который можно сымитировать шпонку И за счёт этой шпонки Заклинить отверстие От проворачивания Ну, в общем, сейчас надо сделать сюда Кипа что-то шпоночки А чтобы не ломать сам палец Не фрезеровать и всё остальное Он ещё может пригодиться Шпонку сделаем в виде клинушка И заклиним это туда Сейчас делаем шпоночку Шпонку сделаем шпонку Шпонку сделаем шпончик שiatging Шум Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Клиния забиты... Это настолько прочная посадка, что я ей приваривать ничего не буду. Она и так будет держаться. Осталось только проверить, насколько это все правильно. Шкивок, маховичок у нас установлен в центрах, крутится хорошо, биения нет, вы только что это видели. Если оно есть, то незначительно нам на это наплевать. Лучки все равно сбалансированы. Теперь встает вопрос, из чего сделать переходную втулку между вот этой чугунной поверхностью и вот этим вот подшипником. Ну, для этого надо что, пойти на центральный склад, посмотреть, что там есть. Так, пришли на центральный склад, есть у меня вот такая трубочка. Ровно 100 миллиметров диаметром. Не трубочка, а пруточек, да? Хе-хе, арматурка. Вроде бы как раз и хорошо, но все дело в том, что 100-то она 100, но она будет не круглая, ребят. Это катанка, это прокат, то есть если пока ее проточим начисто, она станет 99 и подшипник в ней провалится. То есть этого металла нам будет маловато. Вон, видите какие зазоры? Не знаю, видно вам, нет? Ну, вот там зазорчики у нас светятся. Значит, надо еще что-то поискать. Есть, ребята, у меня вот такая буровая труба. Во, 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 длиннющая. Но, к сожалению, видите, она меньше подшипника. У нее диаметр 95, нам надо 100. Но на наше счастье, на конце этой буровой трубы у нас есть втулка переходная, вот сборная. Она с запасом, она примерно 103-104 миллиметра. То есть, в принципе, если ее отпилить, вот так, отпилить, принести в токарный станок, вытащить из нее втулочку вот сюда переходную, то, в принципе, вероятно. Но, ребят, вот эта труба, вот эта труба, она 200 килограмм весом. Я ее один не подыму. Неохота. А потом это, ребята, я иду, иду, иду мимо своего центрального склада и смотрю на полочку. А у меня тут стартеры лежат. Стартеры разные. Ну, вот, в частности, у нас есть какой-то вот стартер разобранный. Я вот посмотрел на диаметр. И, по-моему, оно нам подойдет. Пойдемте, разберем и посмотрим. Ну, по крайней мере, если взять подшипник и сюда поставить, то, как бы, у нас есть несколько миллиметров в запасе. Замечательно. Разбираем. Сейчас придумаем, с чего начать. Итак, открутил, раскрутил, вытащил. Это нам не надо. Нам надо вот это. Вот это. Ну, тут еще обмотки стоят. Надо вот болтики открутить. Ну, короче, сейчас я этим всем займусь. Итак, эти болты зажаты ударными отвертками. Поэтому выкручивать их тоже удобно ударными отверточками. Ну, а дальше, естественно, ударный винтоверт. Ну, вот такие вот могучие болтики на конусы закручиваются. Так, ну, в принципе, все. Обмотки куда? Ну, естественно, на переплавку. А вот сам корпус нам пригодится. Тяжелor. Тяжелора. Тяжелор. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой индуктор я ему сделал И поехали! Смотрим что из этого получится Молоток на всякий случай Ну как видите нагрев пошел Выключаем Выключаем индуктор я вот держу рукою Идем 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 Ну в общем ребят как видите да Если у вас есть какой то нестандартный штиф И на него для чего то надо поставить Вот такое огромное колесо Ой вот такой огромный подшипничек Ну как видите Ничего страшного Самое главное придумать как поставить Эти детально имеющиеся в вашу стану Далее Притулили Нашли какую нибудь подходящую оправочку Чтоб не промахнуться Нашли какую нибудь подходящую оправочку Взяли легенькую кувалдочку Пару ударов И она потихонечку пошла Посадка тяжелая Там квалитет Малитет какой то туда сюда Короче сейчас посадка идет примерно 1 десятая миллиметра Надо бы полторы десятки 15 соток Потому что тяжелая нагруженная работа Здесь и будет Ну сделал десяточку Я думаю будет вполне вполне достаточно Ну сидит плотненько Видите он уже пошел Вот я поднимаю все эти 50 кг Сидит плотно, хорошо Сильно сейчас забивать не буду Проверили Садиться Ребятам еще разбирать придется Сейчас вот снизу еще ударю И посмотрим Ну вот она слазит Спрыгивает, запрыгивает Естественно тут уже вот ободочек наметился Куда она будет садиться Так что все у нас нормально Давайте другой стороной поставим Ребят подшипник будет стоять другой Видите это државый, побитый Рыкатит уже Как бы вам показать Ну слышно да Мне его дали просто из-за образца Вот внутренний размер Чтобы было чем померить Поэтому я спокойно и смело это сейчас все меряю Садится идет Так вот эту сторону Ну понимаете Это я сейчас кувалдой луплю Потому что подшипник старый Там ребята прессом это все задавят Аккуратно, красиво Вот даже оправочку я им подарю Ну а на этом все ребят Будьте здоровы Всем вот такой огромный привет по диагонали Ремонтируйте свои или чужие шкивочки Я не знаю нахрена Это вообще конструкция нужна Тем более с вот такой дикой балансировкой Но кому-то для чего-то надо Кулибинов у нас много В стране Так что всем Кулибиным Творческих успехов Всем токарям огромнейший вот такой привет Будьте здоровы До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok